Сегодня мы разберем еще один важный элемент, который обязателен при составлении ЦОРа – это задание. Добавляем элемент задания. Он работает по принципу «Вы даете задание и получаете ответ». Здесь мы пишем название задания, например, задание номер один. Также мы делаем описание задания, что студенты должны сделать. Вот здесь можно поставить в галочку «Отображение», «Отображение», «Надо о новом или нет». Лучше не ставить отображение, чтобы не захламлять общий список всех тем. Также здесь вы можете прикрепить дополнительные файлы, например, если студенту нужно что-то посмотреть, скачать, изучить, прочитать. Также вы можете поставить дедлайн, до какого времени вы принимаете задание. Вы выбираете варианты ответов. Таким образом студент может прислать вам ответ, например, в виде файла, либо в виде текста, либо и то, и то. Также вы выставляете здесь максимальное число загруженных файлов, максимальный размер, допустимые типы файлов. Здесь вы выбираете расширение файла, например, .doc, .pdf и так далее. Все следующие настройки можно пропустить. И переходим к категориям «Оценки». Здесь мы выставляем какой балл, каким образом мы оцениваем, нажимаем «Сохранить и показать». Вот так выглядит наше поле. Здесь мы можем просмотреть все ответы, но поскольку задания никто не выполнял, их здесь нет. Вообще, нажав на эту кнопочку, вы можете посмотреть все ответы. Также мы можем посмотреть, как это задание будет выглядело для студента. Для этого мы переходим в правый верхний угол, нажимаем на стрелочку и выбираем «Приключиться к роли». Выбираем роль студента и видим то, как задание будет выглядеть. Чтобы выйти из роли студента, нам нужно также нажать стрелочку и вернуться к привычной версии. Как оценивать задания и как работать в журналах, журналом оценок мы расскажем в следующих видео.